На сегодняшний день в Казанский федеральный университет от абитуриентов было подано 23 526 заявлений. Из них больше 12 тысяч на бюджетную и около 10 тысяч на контрактную форму обучения. Больше всего на сегодняшний день подано заявление в Институт международных отношений. Это 1900 заявлений на бюджетную форму обучения и 1711 на контракт. Затем Институт фундаментальной медицины и биологии, это 1592 на бюджет и 1647 на контракт. И дальше идут еще два института, это Институт управления экономикой и финансов и Институт филологии и межкультурных коммуникаций. Внутренние вступительные испытания в КФУ начнутся 5 августа и продолжатся вплоть до 18-го. Однако сдать их смогут не все абитуриенты. Все вузы России проводят внутренние вступительные испытания. Срок их проведения с 5 августа по 18 августа. И это определенные категории граждан имеют право их сдавать. Это те, которые закончили среднепрофессиональные образовательные учреждения. И там не сдавали ЕГЭ, они могут сдавать. Это инвалиды. И это иностранные граждане. Это категория абитуриентов, поступающих, которые могут участвовать в наших внутренних вступительных испытаниях. Стоит отметить, что в этом году в Казанском федеральном университете уже в четвертый раз будет выдана стипендия ректора Стобальник, особо отличившимся абитуриентам. Сто тысяч рублей единовременно в сентябре месяце могут получить те абитуриенты наши, которые поступили без вступительных испытаний. Это победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников, или победители перечневой олимпиады школьников, которые поступили по профилю этой олимпиады. Те ребята, которые при сдаче ЕГЭ получили 100 баллов, и эти ребята могут претендовать на 80 тысяч. Лилия Талипова, Ридзахитаглы, Универ Ньюс.